Начало учебного года выдалось для ускуломских инспекторов по делам несовершеннолетних сравнительно с покойным. К учебе не приступили только двое школьников, хотя раньше ситуация была значительно хуже. Сельчане целыми семьями пропадали в лесу, собирали грибы и ягоды. В целом по району обстановка неплохая, дети к школе готовы, к школьным принадлежностям обеспечены. Одежда, школьная форма тоже имеется в наличии. На сегодняшний день у нас не приступили к обучению в образовательных учреждениях района два несовершеннолетних всего. Это небольшой процент учащихся, скажем так, которые не приступили. Но проводится работа, мы в любом случае вернем их в образовательные учреждения, они приступят к обучению. Но не все сельские школьники сядут в этом году за парты родных школ. 12-летний сын этой сельчанки, которого улечили в кражах, вскоре отправится в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ему надо будет с собой взять школьные принадлежности, учебники, тетради, сменное белье нижнее, тапочки, носки. Потом остальное все в принципе есть. Свидетельство о рождении, оригинал и медполис. Женщина слушает инспектора внимательно. Полицейский в их доме – частый гость. Глава семейства не прочь подпить и помахать кулаками, да и супруга злоупотребляя спиртным. Мальчик не раз попадал за правонарушение в полицию. Отправляли его и в приют. Обитатели этого просторного дома в селе Дон – отец-одиночка и его сын-школьник – тоже под пристальным вниманием полицейских. Но достучаться до хозяина в этот раз не удалось. По словам стражи порядка, в последнее время мужчина вновь стал злоупотреблять спиртным и потерял работу. Хотя еще год назад, после того, как мальчика поместили в социально-реабилитационный центр, папа вроде исправился, бросил петь и трудоустроился. Теперь ситуация может повториться. Вы работаете где-то, не работаете? Сейчас это время на второй день в больнице курьера, без работицы. А у этой жительницы райцентра детей трое. Муж-фахтовик дома бывает нечасто. Старший сын, 11-летний мальчик, чувствует себя в семье неуютно и частенько сбегает из дома. Мама с воспитанием отпрыска не справляется. И тогда в дело вступают стражи порядка. Они в этом году сам и малину собрали. Вместе с папой варили малину, варенье, червишню. И вишня у нас растет на даче. Вишню собрали. Ну, все ягоды. Все ягоды. А бабушка этих брата и сестры готова говорить о своих внуках часами. Неблагополучная семья несколько лет была на учете из-за пристрастия родителей к зеленому змею, который полтора года назад свел молодую женщину в могилу. Дети остались без матери. Все хлопоты по их воспитанию легли на плечи отца и пожилой родственницы. Мужчина взялся за ум. Теперь у сына и дочери есть все, что нужно и для школы, и для жизни. И самое главное, они окружены любовью и заботой близких.